Казанский университет на сегодняшний день является одним из старейших университетов России. За 217 лет университет прошел огромную историю. 1804 император Александр I подписал утвердительную грамоту и устав Казанского университета. 1819 открытие Антарктиды в ходе 1-й кругосветной экспедиции. 1829 неевклидовая геометрия. 1842 синтез анилина. 1844 открыт новый химический элемент рутений. 1846 теория химического строения органических веществ. 1908 снята первая в России электрокардиограмма. 1918 образован Казанский государственный университет. 1920 открытие Александра Вишневского нейрохирургии. 1930 Александр Арбузов основоположник фосфороорганической химии. 1944 открытие явления электронного парамагнитного резонанса. 1952 открытие акустического парамагнитного резонанса. 1970 возведение высотных корпусов университета. 1979 открытие музея истории Казанского университета. 1980 завершение строительства КСК Уникс. 2010 создание Казанского федерального университета. В результате масштабных преобразований в состав университета вошли семь вузов республики. Количество студентов выросло почти в три раза. На базе Казанского университета были созданы четыре новых института. Институт фундаментальной медицины и биологии, институт геологии и нефтегазовых технологий, инженерный институт, институт дизайна и пространственных искусств, подразделения которых вошли четыре новых направления. Казанский университет представлен во всех глобальных рейтингах и является участником большинства мегапроектов, реализуемых в нашей стране. Правительством Российской Федерации в мае 2021 года был объявлен новый конкурс по поддержке программы развития ведущих вузов страны в рамках стратегического академического лидерства, которое получило название «Приоритет 2030». Более 190 университетов подали свои заявки, а все обсуждения, несмотря на большое количество претендентов, проходили очно перед комиссиями, в которых участвовали руководители министерств, промышленных предприятий, научных и образовательных учреждений, а также авторитетные ученые-эксперты. И в этой непростой и конкурентной борьбе программа Казанского университета была признана одной из лучших, что позволило стать первыми в первой группе трека территориального лидерства. И, к слову, единственными в республике. По-прежнему в Казанском университете большое внимание уделяется вопросам интернационализации как важного драйвера развития региона в плане привлечения, социализации и подготовки высококвалифицированных кадров. Казанский университет планирует войти в число лидирующих университетов по работе с талантливыми зарубежными абитуриентами и довести к 2030 году долю иностранных студентов до 30%. Во многом этому будет способствовать и формируемые филиалы Казанского федерального университета в Узбекистане и Кыргызстане, решение об открытии которых было принято в этом году. Отметим, что и сегодня ректор КФУ Ильшат Гафуров находится с рабочим визитом в Киргизской Республике в составе официальной делегации Республики Татарстан. ВУЗ обладает одной из старейших обсерваторий Российской Федерации. В этом году загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарта исполнилось 120 лет. За это время астрономическая школа университета преодолела большой путь от обычных телескопов до лабораторий спектра РГ. Забота о здоровье сотрудников и студентов на протяжении всей истории университета является одним из главных принципов работы. Университет смог достойно принять и вызов судьбы в виде пандемии COVID-19. По поручению ректора КФУ во время введения общероссийских нерабочих недель в 2020 году студенты, оставшиеся в общежитиях, регулярно получали помощь в виде продуктовых наборов. Казанский университет – первый и единственный из вузов, переформатировавший часть своей больницы под ковид-госпиталь. В сентябре 2020 университетом были закуплены аппараты ИВЛ, а уже с сентября месяца в палатах заняли первые пациенты. Госпиталь обладает всем необходимым для лечения пациентам с разной степенью поражения легких. Впереди нас ждет еще множество испытаний. Я убежден, что мы также уверенно их с вами преодолеем. Что единственный и уникальный – это наш Казанский федеральный. Это мы говорим всегда и докажем это всему нашему окружению. С праздником, дорогие друзья! Желаю здоровья, добра, успехов! С днем рождения, родная Альма-Матер! Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 217-летию Казанского федерального университета, состоится 18 ноября в 18.00 в КСК КФОНИКС. Елизавета Никитина, Универ-Ньюс.